Ему принадлежит мировой рекорд по скорости между пусками ракеты захватом цели. Аналогов этому зенитному ракетно-пушечному комплексу нет. Ему не страшен ни 50-градусный мороз Арктики, не испепеляющий зной пустыни. Панцирес доказал свою эффективность в любых экстремальных погодных условиях. С 2012 года он стоит на вооружении российской армии. Созданная конструкторами КБП, эта боевая установка собирается на филиале предприятия Щегловском валу. Инженерная мысль не стоит на месте. Максимум через пару лет конструкторы планируют выпустить принципиально новые образцы панциря, увеличив дальность стрельбы минимум в полтора раза, хотя уже сейчас она достигает 20 километров. Установка поражает цели, которые до этого считались неуязвимыми. На сегодняшний день мало какие комплексы могут решать достаточно эффективно. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Сегодня это самый большой бич. Беспилотники у нас сейчас с вами имеются. Вот от такого размера, как их там называют, дроны, до боевых беспилотников, которые могут нести серьезные вооружения. Чаще всего эти беспилотники, они изготовлены из композитных материалов, то есть эти материалы, они практически не дают ответного радиосигнала, для того, чтобы можно сопровождать радиоакционными средствами. У панциря есть оптика. По большому счету, если локации не уверенно обнаружили, стоит только оптики захватить. Все, беспилотник наш. Работа идет и над усовершенствованием боевых установок «Бахча», «Карнет-ЭМ», «Бережок». В их основе сложные электронные схемы, чтобы управлять такой техникой без специальных навыков не обойтись. Сами создают, сами и обучают. В КБП почти 30 лет работает Центр подготовки специалистов. Здесь обучение проходит военнослужащие российской армии, иностранцы. Готовят и будущих инженеров. На базе Центра работает кафедра проектирования автоматических комплексов, которую создал и возглавлял известный тульский оборонщик, академик Аркадий Шипунов. Кафедра ежегодно выпускает до 50 человек, которые затем возвращаются на работу в КБП и Щегловский вал. Комплексы вооружения для бронетанковой техники и комплексы управляемого артиллерийского вооружения. Вот все эти образцы различные представлены в этом классе. И мы можем, используя эту технику, качественно готовить наших студентов. Им очень нравятся занятия в этом классе, потому что мы разрешаем им все трогать своими руками, Это помогает решить одну из острых проблем предприятия – нехватку квалифицированных специалистов. Только на Щегловском валу трудится 1600 человек. В этом году коллектив отмечает юбилей инициатором создания дочернего предприятия КБП, на котором конструкторскую мысль должны были воплощать в железе, 15 лет назад стал академик Аркадий Шипунов. Построены новые цеха, оснащенные новейшим современным оборудованием. Но нужно отметить, что состоялся уникальный коллектив, который способен решать серьезнейшие задачи, осваивать новые технологии, производить новую технику. Это самая современная площадка по серийной сборке высокоточного оружия. Тот вклад, который вносит Щегловский вал в оснащение наших вооруженных сил, я думаю, трудно переоценить. Щегловский вал сегодня – это современное предприятие, где создаются передовые образцы военного вооружения. Впереди много планов по развитию производства. Они будут выполнены. Коллектив предприятия это не раз доказывал. Надежда Милюхина, Андрей Сенчугов, Первый Тульский. Субтитры создавал DimaTorzok